Сирах, глава 48. Ты не изводил в погибель царей и знатных сложа их. Ты слышал на Синая обличение на них и на Хариве суды мщения. Ты помазал царей на воздаяние и пророков преемники себе. Ты восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями. Ты предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утишить гнев, прежде нежели обратиться он в ярость, обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Якова. Блаженный, видевший тебя и украшенный любовью, и мы жизнью поживем. Илья сокрыт был вихрем, и Елисей исполнился духом его. И в одни свои не трепетал перед князем, и никто не превозмог его. Ничто не одолело его, и по успении его пророчествовало тело его. И при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти дивны были дела его. При всем том народ не покаялся и не отступили от грехов своих, доколе не были пленены из земли своей и рассеяны по всей земле. И осталось весьма мало народа, и князь из дома Давидова. Некоторые из них делали угодное Богу, а некоторые умножали грехи. Иезекий укрепил город свой и провел внутри его воду, пробил железом скалу и устроил хранилище для воды. В одни его сделал нашествие Синахерим и послал к нему Рапсака, который поднял руку свою на Сион и много величался в гордости своей. Тогда затрепетали сердца и руки их, и они мучились, как родильницы. И воззвали они Господу милосердому, простерши к нему руки свои. И святой скоро услышал их с неба и избавил их рукою Исаии. Он поразил войско астериян, и ангел его истребил их. Ибо язык я делал угодное Господу и крепко держался путей Давида отца своего, как заповедал порок Исаии, великий и верный в видениях своих. В его дни солнце отступило назад, и он прибавил жизни царю. Великим духом своим он провидел отдаленное будущее и утешал светующих в Сионе. До века возвещал он будущее и сокровенное, прежде нежели оно исполнилось.